Когда-то в далеком детстве, стоя там на балконе за последним рядом кресел, сейчас, к сожалению, этого прохода уже нет после реконструкции, я смотрел на все спектакли, которые были сделаны Валентином Николаевичем на момент с 89-го года по 96-й. Тогда я еще не понимал, не осознавал такой нюанс, как что в следующие годы, уже после выпуска из хореографического колледжа, я буду, в принципе, смотреть сквозь призму видения Елизари. Я даже предположить себе не мог, что следующим человеком, личностью, кто изменит направление моего пути, опять станет Елизари. Поэтому я благодарен Валентину Николаевичу за то самое приглашение быть здесь сейчас, учиться мастером. Есть имена в советском балете, которые достигли очень больших высот. Эти люди для того, чтобы получить эти должности, или получить право на постановку, или тем более получить звание и награду любую за спектакль, раньше не давали просто так награды, должны были действительно из себя что-то представлять просто. К сожалению, время Титанов заканчивается, мы живем, я это уже говорю с большой грустью, потому что я как артист жил достаточно большое количество времени среди муравьев и попугаев. Но, понимаете, приятно, когда есть люди, которых до сих пор чествуют, любят. И, в принципе, я знаю точно, как педагог, многолетний руководитель школы, кстати, которую заканчивал Валентин Николаевич, что это и есть элемент воспитания, это и есть элемент уважения к своей культуре, это и есть огромный, если говорить грубо, урок патриотизма во многом. Потому что, когда ты объясняешь, что такое хорошо, объясняешь, почему это хорошо, а главное еще и показываешь, что это уважаемо, что это почитаемо, что это ценно, что это стоит того, чтобы беречь, это и есть очень большой заклад на будущее, что, дай бог, появится человек, кто будет идти по этому же пути, кто будет во многом, может быть, подражать. Как говорила Великая Уланова, только подражая можно найти что-либо свое. Абсолютно глупость несут те люди, которые говорят, что не надо подражать. Ты обязательно ориентируешься на какого-нибудь кумира, и если у тебя есть дар, то ты, конечно, найдешь свой путь. А если у тебя нет никакого дара, то ты как раз и останешься только тем человеком, который выполняет копию. В данной ситуации мы знакомы много лет, и мне очень приятно, что я здесь представляю не только то, действительно, уже ушедшее на пенсию поколение премьеров большой страны, но и я представляю родную школу Валентин Николаевич и представляю во многом всю культуру России. Я хорошо отношусь к Валентину Николаевичу, он ко мне очень хорошо относится, и я ему пообещал, что я исполню, вот даже выйду на сцену. Мы долго очень получали разрешение того номера, который мы сегодня будем исполнять, потому что это номер немецкого балетминистра Джона Ноймайера, и в нынешней достаточно сложной политической ситуации все очень непросто, но авторское право его никто не отменял. Джон прислал Валентину Николаевичу разрешение, потому мы сегодня здесь не только в качестве гостей, но и выйдем на сцену. В жизни мы общались исключительно на разных конкурсах, потому что мы... Сначала я был участником конкурсов, сначала выигрывал, и потом стал тоже коллегой по судейству. Время шло, и я тоже постарел. Последние годы еще, потому что я 10 лет возглавляю Академию русского балета, Валентин Николаевич — выпускник этой школы. Он приезжал на разные выпускные смотреть, и на юбилей школы приезжал. Когда у него был его юбилей, он опять приехал в школу, потому что для него, наверное, одна из самых главных страниц — это обучение в Петербурге, проживание на улице Зодчего Роси. Так или иначе, если мы с вами нарисуем карту всего балета в мире, все дороги приведут в Петербург, на улицу Зодчего Роси. Абсолютно всего. Хотим мы или не хотим. Те, кто там непосредственно учился, они любят туда возвращаться. Что такое быть балериной? Тебе всегда кажется, что это красиво, ты танцуешь, тебе дарят цветы, тебе хлопают. Но что стоит за этим? Ты понимаешь, только когда ты начинаешь уже профессионально заниматься и становиться балериной. Потому что даже первые, наверное, пару лет, ты все равно понимаешь, что тяжело, ты устаешь. Но сколько нужно вкладывать по сей день? То есть, если ты сегодня пропустил, все, это откат. Два дня — это еще больше откат назад. И каждый день ты себя заставляешь, ты себя штурмуешь. Это должно быть такое трудолюбие. И действительно нужно просто посвящать себя этой профессии и начальника. Валентина Николаевича — мой педагог. Я училась на балетмейстера у него. Повлиял тем, что сейчас, работая с Борис Яковлевичем, очень часто я ассистент его. И, наверное, все-таки, что я очень много ставила, пока училась в колледже. Потом я поступила в консерваторию к Валентина Николаевича. Там много ставила. И вот сейчас нет возможности в моем плотном графике что-то ставить, но в помощь Борис Яковлевичу это все равно все пригодилось в копилочку. И думать, очень много думать, рассуждать, размышлять. Я помню витебские конкурсы современной хореографии. Иван Николаевич меня всегда с собой брал. Давал мне даже бланки, говорил. Ну вот, мне интересно твое мнение. Я ставила тоже оценки. И когда я сейчас встречаюсь с ребятами, пересекаемся на каких-то галоконцертах, я вспоминаю, что я еще там маленькая, скажем так, смотрела и там ставила им оценки. Это, конечно, так очень приятно. Такие приятные воспоминания. Мы как-то очень много всегда говорим, можно сказать, о работе, о профессии, о профессии, о спектаклях. Причем спектакли – это вообще совершенно разных трупов, совершенно разных стран. И что у каждого есть свое мнение. Что-то он не принимает, что-то я принимаю. И всегда очень интересно, когда такая большая разница перед тобой. Стоит такой великий человек, великий маэстро, и ты еще слишком молод и зелен, но тебя выслушивают и с уважением поддерживают твое мнение. Он повлиял на меня своими спектаклями и интересной пластикой, интересным прочтением ролей. И, кстати говоря, после станцованных ролей, поставленных Валентином Николаевичем, я прозвучала очень ярко и выразительно, как балерина. Сотрудничество действительно взаимное, очень многолетнее, практически на протяжении 50 лет. И я считаю, что ничего в жизни не бывает случайно. В нашей стране повезло с этим талантливым, удивительным, уникальным человеком и театру, и артистам, и мне в том числе. И это были долгие, многие годы создания замечательных спектаклей и наполненных, чудесных, необыкновенных в плане того, что таких спектаклей больше нигде не было. И все это продолжается до сих пор. Валентин Николаевич – это личность, это художник, и он работает на каком-то определенном уровне. То есть это планета, которая движется по определенной орбите. И, конечно, когда попадаешь на эту орбиту, то вообще жизнь строится по-другому. И свое восприятие, и как танцовщица, и как педагога, оно уже находится именно на этой орбите. После первого года работы в театре я набрала вес. И помню, мы ехали в лифте, и Валентин Николаевич так посмотрел на меня, бросил взгляд, потом поворачивается и говорит, Инесса, что с вами с щеками? Они же стали такие, как у меня. Да, то есть я вот вышла из отпуска, вот с такими вот щеками. И, конечно, это было очень для меня сложно, потом сбросить вес. Валентин Николаевич – строгий балетмейстер, хореограф, но он доверяет исполнителям. И если исполнитель предлагает ему свою версию и делает это талантливо, то Елизарев всегда идет за исполнителем. Это, я считаю, качество большого мастера и большого художника. Так случилось, что я первый раз в Минске, и для меня большая честь вообще выступать на таком галоконцерте, посвящении Валентине Николаевичу Елизареву, потому что, безусловно, его вклад в искусство балетное очень значим. Он значим не только для Белоруссии, но и для всего постсоветского пространства, потому что, конечно, мы очень многие видели его спектакли, его миниатюры. И это очень большой человек в мире искусства, поэтому для меня это большая честь быть здесь. Валентин Николаевич очень много поставил редакции спектаклей, и все его спектакли в основном на сюжетные спектакли, сюжетные балеты. Это всегда актуально, это всегда интересно зрителю. И какое-то время назад был бум однакных бессюжетных балетов, но сейчас, мне кажется, всем хочется смотреть сюжеты, драмы, истории любви, и в творчестве Валентина Николаевича это очень широко представлено. Большой театр Белоруссии обладает роскошным наследием в виде великолепных балетных постановок Валентина Николаевича Елизавета на протяжении почти 50 лет. Понимаете, это вот как раз поколение деятелей искусства, которые ни на миг не снижают планку и вообще отношение к делу. И по большому счету, такой настоящий академизм, профессионализм это основа его деятельности, его творчества. И я сказала бы, что в этом, быть может, есть и некая сложность общения с теми, кто воплощает его образы, потому что требовательность очень высока. И это правильно. И вот осознание того, что такая требовательность сегодня предъявляется к молодым танцовщикам, это гарантия высокого качества. Существует там сокровищница, существует какая-то кладовая вот в таком бытовом и не только понятии. Вот в Большом театре на сегодняшний день действительно существует бесконечный источник такой вдохновения и радости и того, что действительно вписано уже золотыми буквами в репертуар нашего театра. Это балет Валентина Николаевича. Современный язык, он трансформируется, как и язык танца трансформируется. И нынешнее использование всех техник, в том числе и в классике, просто необходимо, потому что то, на каком уровне сейчас находится классический танец, он просто не может сейчас обходиться без современного, потому что в современной танце есть определенные методики, есть техники, которые позволяют развивать данные, которые позволяют двигаться более свободно, что необходимо в классике, в том числе. Но в то время, когда я учился, без классической хореографии ты не мог называть себя профессионалом. Именно поэтому мне в какой-то мере пришлось заниматься классикой. Классика сейчас позволяет мне понимать и разговаривать с балетными людьми на одном языке. Для меня вообще Валентин Ерезарев это человек из учебника по истории балета. И, конечно, когда я получил приглашение на этот концерт, я сказал, что с радостью поеду, потому что прикоснуться к этой вселенной мне бы хотелось. Хоть косвенно постоять рядом. И для меня, конечно, это большая честь выступать на этой сцене и подарить свой танец, свое выступление Валентине Николаевичу. Вдохновение мне приносит женщина. Как вы знаете, что я посвятил практически все свои спектакли женщинам. Если внимательно посмотрите по персонажам, то практически это в каждом спектакле главный персонаж. Вдохновение мне принесло и двоих детей. Моя супруга, у меня трое внуков, все мальчики. Один из внуков сегодня приехал специально из Болгарии. Будет тоже смотреть на концерт. Я был, в общем-то, распределен сюда. Меня еще студентом третьего курса приметил министр культуры Белоруссии. Был такой умный, серьезный человек Юрий Михайлович Михайлович Михайлович. И он у меня следил за мной после моего лауреатства на всесожженном конкурсе. Не думал, что я здесь долго задержусь, потому что у меня были и другие виды на другие города и так далее. Но так получилось, что я первую работу поставил, вторую. Полюбил город, полюбил труппу, полюбил людей. У меня появилось много соратников, друзей. Поэтому я практически уже в Белоруссии с 73-го года. Это 50 лет. Если есть хотя бы один, два, три суперталантливого человека, есть лидеры, есть крепкий коллектив, то можно делать любые спектакли. Народный артист СССР и Белоруссии Бензин Николаевич Белезайович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok